Если вдруг вы решили обновить свое устройство, то хочу предложить вам воспользоваться сервисом e-каталог, который не продает товары, а помогает найти магазин с наиболее выгодными предложениями. На сайте присутствует возможность фильтрации товаров, также можно их сравнивать. e-каталог покажет вам все характеристики товаров, отзывы, фотографии и даже видео по нему. e-каталог это неотъемлемая часть ваших интернет покупок. Ссылка будет в описании. Всем привет дорогие зрители, новый выпуск по Клэша Яль. Сегодня еще одна легендарная карта на моем основном аккаунте будет доступна на пятый уровень. Пожалуйста, кто не был ранее подписан, нажмите на подписку, поставьте лайк и на колокольчик, чтобы вас уведомляли о каждом моем новом ролике и о каждом моем стриме. Стримы и ролики каждый день. Если вы вдруг пропустили какой-то мой новый видос, то нажимайте на колокольчик, потому что не беда, это ютуб виноват. Он иногда не присылает вам новые уведомления о каждом моем новом ролике. Поэтому на колокольчик нажимайте и эта проблема должна как бы решиться. Значит, друзья, я думаю вы догадались. Сегодня я не прокачаю, а куплю принцессу на пятый уровень. В прошлом ролике, где я открывал сундуки легендарного короля, точнее легендарный сундук короля, мне выпало две карты. Это кладбище, которое уже у меня на пятом уровне и принцесса. Выбор очевидный, надо брать принцессу. Ребят, понимаете, суть в том, что я ролик про принцессу уже запланировал. И я ее ждал, я не знаю, ну месяц или два в магазине. Одна карта оставалась, я думаю, да, все, я ее вот куплю, запишу об этом видео, это, блин, надо завпечатлить. И вот она мне падает, я смотрю, е, в магазине, все, об этом буду пилить видос. И тут еще неожиданно появились вот эти сундуки, и как назло она мне падает. И вы знаете, когда ты ожидал одно, а получилось другое, ну такое. Поэтому пришлось взять кладбище, да, получил 20 тысяч золота, мог бы сэкономить их. Но, камон, дело не в золоте, дело вот в том, что я уже запланировал и снимаю отдельное видео про принцессу. Значит, друзья, какие у меня уже леги пятого уровня? Значит, смотрите, у меня дровосек уже пятый левел, доступно кладбище на пятый уровень. Могу прокачать мега-лучника, могу прокачать мега-рыцаря, но на это у меня как бы, ну, нету... Точнее, не мега-лучника, а магического лучника, нету особого желания, потому что эти карты, они не на пятый уровень. Ну, не знаю, буду их на видос прокачивать или просто так. Но кладбище я обязательно прокачаю на видео в конце сезона и покажу вам колоду. Ребят, в тот самый момент покупаю последнюю легендарную карту на пятый левел. 40 тысяч золота. Да, давай, родная. Опа! Е! Вот этот момент я хотел запечатлеть. Правда, все серое. Почему нету каких-то там конфики, там поздравления, не знаю, там... Че, вот и все, пятый уровень принцессы. И ничего, ничего такого праздничного нету. Друзья, это реально большое событие на моем аккаунте. В пятой легии, это реально много денег, доната, усилий. То есть, чтобы их накопить. Вы знаете, сколько я грандов, испытаний проходил, чтобы выбивать легендарки. Прокачаю, ребята, я эту карту не в этом выпуске. Когда закончится сезон, я хочу и кладбище, и принцессу прокачать. И какие-то, возможно, фан-атаки поделать. Не знаю. Короче, прокачаю я в следующих выпусках. Обязательно ставьте лайк. Но то, что она мне уже доступна на пятый уровень, это круто. И сегодня я потренируюсь какими-то картами, которыми я буду, как бы, играть с ней. Вот такая вот дека, это сразу и кладбище. Тут комбо сразу и кладбище, и принцесса. Вот такой вот спеллбейт, и вот такой вот спеллбейт. Начнем с кладбища. Я на кубках, плевать, если сливаться буду. Друзья, немножко поиграв, я понял, что спеллбейт не мое. И потратил 40 минут, наверное. И вообще, одну атаку только выиграл за 40 минут. Когда не твое, не играй лучше. Но вот если не умею, вот я решил не играть. Я более привык к пушкам, к каким-то колодам, к гиганту, голему. Ну, больше у меня с ними получается играть. Возможно, меньше с ними думать надо. Не знаю, как хотите, так и воспринимайте это. Но я составил вот такую вот деку с принцессой и хогом. С хогом, в принципе, по идее, должно у меня что-то получиться. Единственное, что я хочу взять, наверное, вместо рыцаря мини-пеку. А так, в целом, все окей. Поехали. Попробуем сыграть с хогом. Давно не играл с кабаном. Кстати, такая вот ностальгия. Я помню, когда я его прокачал на 11 уровень. Очень был... Ну, не знаю, такие эмоции были. Прям класс. У меня хог 11 уровень, у меня рарка 11 левела. Это бомба. Вот, давайте немножко поностальгируем. Поиграем с хогом. Так. Я вот думаю, бревно надо или не надо? Да, я думаю, не надо. Стрелы. Так. Ладненько. А что, если сейчас на лоха? Или не стоит? А давайте на лоха. А ну, на лоха попробуем. Так. Так. Смотрите. Ааа, блин. Слушайте, ааа... У меня не получится бревно сливать, короче, на банду. У него есть... Я так понял... Какая-то такая бейт с колода у него. Ну, ладно. Ладно. Тут банда. Какая-то у него бейт кол... Так. Угу. Я понял тебя. Давайте фаербол кинем. Так. Что-что у него за дека? С чем она? Армей скелетов, банда гоблинов, дровосек. Ну, похоже на голема, но непонятно, зачем там мушкетер, армей скелетов. Ну, ладно. Сейчас узнаем. Стрелы еще непонятно. Ну, ладно. А, гигант. Ну, все равно какая-то странная дека. Так. Ну, ладно. Выбросим, давайте, ледяного духа. Так. Как бы его поставить Теслу так, чтобы стрелы... Отлично. Все, стрелы... Есть. Так. Тут у нас... Поехали. Есть такое. Ладно. Давайте мини-пеку тогда выбросим. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет тяжело мне. Риле тяжело, потому что... Так. Я слил бревно, но... Надеюсь, задефаю. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 700 хп на его башне. Надо затащить, пацаны. Надо затащить. Ну, хз. Давайте, короче, хога сразу вот так. Тут мы кинем фаербол. Я, хз. Что еще туда выбрасывать? Хороший фаер. Попал под ровосеку. Давайте тут ледяного духа. Опять-таки, я не знаю, что... Мини-пеку я не хочу сливать. Это для гиганта. Давайте просто банду гоблинов сольем и хога. Если поставить хижину, выброшу фаер. Тут бы бревно наперед бы не помешало. Черт возьми. Так. Окей. Осталось не так много хп. Я, в принципе, могу добить бревно с фаером. Сейчас самое главное за деф отца. Так. Эм... Хорошо. Тут у нас поможет банда гоблинов. Тут у нас поможет хог. Эм... Бревно наперед. Бревно наперед. Так. Добиваю я фаером? Да, добиваю наконец-то. Че так сложно? Не знаю. Может из-за того, что непривычно. Но давно не играл с хогом. Но как-то было напряжено. Вроде бы соперник обычный. Вообще ничего особенного. Но как-то, знаете... Как-то трудно. Хе. Кракен. Окей. Кракен. Ммм... Ну что. Хога, давайте слева. Поехали. Фаерболл готовим. Валькирия. Я не понял. Я что-то пропустил? Или Валькирия стала топ-картой? Я просто не знаю. Давно на основе в глобале не играл. Стрелы. Ладно. Минипека. Минипека. А... Давайте. Ага. Я понял. Я понял тебя. Печаль. Что, придется дефать Теслой? Дефаем Теслой. Принца его. Так. На самом деле, если это... Два принца, то это тяжело. Два принца. Так. Угу. Как бы его обыграть? Ну, не знаю. Давайте Хога справа, раз Валькирия слева. Окей. Жаль, запа нету. А, у него еще и Тесла. Ммм. Это интересно. Мне... Что ж это... Что ж это за колода такая? Кладбище, что ли? Так. Минипека затащит. Тут бревно. Тут банда гоблинов. Отлично. Вообще. Замечательно. Шикарно. Ммм. Но что-то эликсира вообще мне не хватает. Даже в атаку пойти. Просто Хогом. Давайте попробуем вот так. Не знаю. Тесла уже должна быть. По идее уже есть. Но... Как-то он ее поставил. Мне кажется, неправильно. И Хог сейчас там нормально так. Да, нормально. Порядок наведет. Две тычки сделал. Это неплохо. Неплохо. Так. До сих пор не понимаю, что за колода. Так. Давайте, знаете, как поступим? Принцессу на правую сторону. Валькирия теперь с правой стороны. А, что ж делать? Что ж делать? Минипека с левой. Давайте. Хызы. Опача. Вот это неожиданно. Пошел у нас Хог. Тут бревно. Чтобы сбить разгон принцу. Так. Блин. Вот это хороший. Валькирию придется пропустить. Тут у нас так. Тут у нас так. Ааа. Больно. 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 А что ж так больно? Пацаны, задефайте. Пожалуйста, кто-нибудь. Это безумие. Смотрите. Со всех сторон. Нет, тут я проиграл. Не мое это. Ну, это не мое. Ну, я не знаю. Ну, прокачать принцессу на пятый надо будет. Все равно. Ну, я уже сколько поединков провел. Ну, я не шарю. У меня вот это бесит, что я проигрываю вот таким вот игрокам. С големом бы ситуация такая. Да даже с гигантом. Гигантом я играл, когда с минипекой. Ну, камон. Ну, там такой ситуации не было. Там вообще на изи я всех. Ну, ладно, не на изи, но подряд я вот так много атак не проигрывал. Жесть. Уже не работают такие атаки просто хогом, да? Тут как-то надо... О. Зато у него сейчас норм. Ноль тык. Ноль тык. Но у меня Тесла. У меня Торнадо. Это плохо. И у меня минипека, а у него рыцарь. Но это я бы не сказал, что плохо. Принцесса. Просто хог. О, бревно. Отлично. Поехали. Ах. У него же там еще, наверное, еще какие-то там зап или что-то есть. О, нормально, нормально, хог так. Нормально. Теслу ставить или... Не, минипеку, не минипеку надо. Ах, он хога не подкинул. Ну ладно, у меня Тесла, в принципе, есть еще. У меня, в принципе, надо затащить этот бой, друзья. Потому что, блин, я уже 40 минут пытаюсь записать видео. Но никак не получается сделать нормальные атаки. Прямо. Но я не могу выкладывать, когда вот просто игра на уровне пятой арены. Я не могу такое опубликовать. Я вроде на нормальных кубках сижу. Ну, не знаю. Знаете, так как вроде ты купил себе какую-то шмотку. Вроде тебе она нравится, но тебе в ней неудобно. Ну, ты ее носишь, потому что она тебе нравится. Так точно я. Вот принцессу выбил. Но я на пятый уровень. Я ее хочу прокачать, но я не смогу с ней сыграть. Не смогу. Так. Вот сейчас неплохо. Неплохо. Минус бревно, поэтому сразу заход. Сразу заход. О, отлично. Сейчас сразу уничтожим. Ой, вообще шикарно, пацаны. Вообще шикарно. Торнадо у него, надеюсь, эликсира нету. Одна тычка. Одна всего лишь тычка от Хоган. Но не беда, не беда. Пока мы тащим. Пока мы тащим. Фаерболами сейчас будем уже закидывать его. Будем закидывать фаерболами, друзья. Так. Поехали. Давай, давай палача. Палача давай. Отлично. Отличный палач. Бау, просто. Так. Принцесса. Так. Дальше что? Бревно. Тесла. Мини Пека. Хорошо. Пока работаем нормально, друзья. Так, давайте здесь фаербол. Фаербол, кстати, наверное, зря. Хотя, в принципе, мини Пека сделала тычку по рыцарю. Это замечательно. Тут бревно. Отличное бревно. Так. Осталось 50 секунд. Ну, хз. Ну, хз. Такая сомнительная тема. Давайте попробуем сейчас зайти с Хогом. Ну, не даст. Не даст он зайти с Хогом. Давайте тут принцессу. О, нормально тычка. А, нет. Бревно. Так. Давайте здесь мини Пека. Сразу. И фаербол наперед сразу. Угу. Он уже просек эту тему. Мне не хватит просто фаерболов. Хотя, ну, давайте попробуем зажать его. Но. Вряд ли что-то получится. Я не знаю, как в таких ситуациях выигрывать. Быстрый цикл. Но, видите, один фаербол остался. Я ему вообще не дал нанести мне урона. Один фаербол. Наверное, надо было мне не Хогом, а фаерболами кидать, кидать, кидать. Еще один бой хочу. Блин, а что? Ладно. В итоге я слил кубки. Ну, ладно. Я верну все равно кубки. Знаю, что с Големом буду играть. Верну. Дело, естественно, не в пятой принцессе. Но я ее прокачаю. Я просто, когда буду прокачивать, я хочу себе предположения иметь, чем я буду играть. Пока я себе предположения не имею. Потому что, ну, такая игра не годится. Но я постараюсь потренироваться, чтобы что-то было нормальное. Вот. Фаербол. Окей. Банда гоблинов. Сейчас бревно. Ути-пути. Как все предсказуемо. Так, бревно. Поехали. Теперь наша очередь. Что там, торнадо? Я люблю Клэш-Рояль. Я люблю за разнообразие. Клэш-Рояль. Ладно, это последний поединок. Не важно, как он закончится. Не всегда же мне выигрывать. Это последний. С меня хватит. Я, наверное, поищу что-то еще. Либо, если не мое, так значит, я не буду играть с принцессой. Хотя раньше я помню прям все, принцесса. Хотя нет. Я помню вот первое. У меня первая легендарка была с парки, а вторая принцесса. Я когда купил ее, я слил так много кубков и не понимал, что не так со мной. Что я не так делаю. Но на самом деле, принцесса, тут карта такая, что... Да не только принцесса. Колоды все с принцессой. Надо реально немножко шарить. Так, хорошо, что ледяной дух был на мини-пеку. Соответственно, Хог сделает одну тычку. Тут у нас, давайте, банда гоблинов. Скорее всего, будет бревно. Да. Тут у нас принцесса. Бревно кривое. Так, принцесса пойдет на правую баш... Ой, на правую сторону. Блин, фаерболл. Слушайте, а он таким образом мне постепенно урон будет наносить. Это не есть хорошо, друзья. Простой по эриксирую, это плохо. Так, давайте бревно выбросим. О, а, а, это же такая же колода. Почему бы и нет? А почему бы и нет, друзья? Прям один в один дека. Но, короче, я постараюсь исправить предыдущие свои ошибки. Побольше фаербола выбросить. Поменьше Хогов. Но, не знаю, спасет ли это меня. Так. Торнадо. Окей. Фаерболл, если бы чуть-чуть раньше, чуть-чуть бы раньше, Хог бы тычку сделал. Так, я пока лидирую. Окей. Принцессу сюда. Окей, тут мини-пека. Отличное бревно. Заход. А, палач. Ладно, фаерболл. Это уже внезапная смерть, правильно? Или только двойный эликсир? Вот он подловил меня. Попробую сейчас не дать. Не получится не дать. Тут больно, пацаны, больно. Так, тут я молодец. Но, все равно тычку Хог делает. Да я хз, друзья. Я хз, как вообще играть против таких? Ну, это гейство. Ха-ха-ха-ха. Смешно вообще, обхохочешься. Ладно, друзья. Не знаю. Не мое. Не мое. Я себя чувствую некомфортно, неудобно как-то. Да плевать на кубки, в принципе, не в этом суть. Просто как-то из желания пропало прокачивать принцессу. Подскажите, возможно, вы мне какую-то колоду подскажете, не знаю. Пишите в комментариях деки. Возможно, какими-то деками вашими сыграю. Ладно, друзья, на этом буду прощаться. Скоро прокачаю принцессу и кладбище. Ждите эти выпуски. Желаю вам удачи, хорошего вам настроения. До новых встреч, друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok